Ирина Васильевна, здравствуйте! Добрый день! Итак, вот год культуры очень яркий был, насыщенный, огромное количество мероприятий, знаковых событий. Вот скажите, все это в целом, каким образом повлияло на общее состояние дел в культуре нашего региона? Если проанализировать, это позволило, во-первых, увидеть, насколько богата культура нашей области. Во-вторых, насколько у нас еще много резервов скрытых. То есть проявились новые таланты, мы открыли новых людей, были завершены строительства, многие объекты культуры. Но вот как проявили себя наши таланты на международном уровне? Может быть, удалось взять какие-то особенно высокие культурные олимпы за рубежом? Если я вам сейчас назову цифру, то, что наши учащиеся области, то есть это музыкальные школы, это музыкальные колледжи, получили только 651 диплом. Из них 216 – это лауреатов международных конкурсов, 110 – лауреатов республиканских конкурсов. 29 было поощрение специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Из профессиональных коллективов – коллектив «Наш Лирица» Гомельско-областной филармонии в Казахстане. На одном из самых престижных конкурсов – международный фестиваль народных инструментов. Оркестр получил диплом за исполнительское мастерство. Еще у нас единственный существует коллектив циркового искусства, единственный центр, который в этом году отметил свое десятилетие. Это Мозорский центр «Арена». И у них очень большое количество наград, но хочется заострить свое внимание на международном юношеском цирковом фестивале, который проходил в Монте-Карло. И коллектив «Арена» увез три специальных приза. Поэтому я всей души поздравляю своих коллег за то, что они набираются сил, профессионализма и не просто едут, получают дипломы, а занимают еще и призовые места. Действительно, урожайный год культуры выдался для Гомельской области. Скажите, если говорить о международном сотрудничестве, удалось ли наладить какие-то новые культурные связи? Новые творческие связи установлены с Таджикистаном, со Львовом, с Черниговым, с Киевом, с Прибалтикой, с Лиепаей. Также не забывайте, что Сурский Карагод в этом году принимал более 22 стран у себя. И каждая страна с интересом готова принять у себя на подобного рода фестивали, либо на другого рода фестивали. Поэтому любое соприкосновение, любой выезд – это всегда расширение международных связей. Ирина Васильевна, ну а как в год культуры работали с пустителем? Его сегодня очень сложно чем-то удивить, заинтересовать. Может быть, появились действительно какие-то уникальные новые методы работы в отношении пустителей? Да, конечно. У зрителя очень большой выбор среди мероприятий в отрасли культуры. И у нас очень много выставочных залов, у нас и три театра только в городе. И в связи с этим идет такая конкуренция, что порождает, естественно, новые формы работы. Если посмотреть на нашу областную библиотеку, это такой кладезь новых форм работы. Здесь не просто вот дают сейчас книги. Проводится неимоверное количество, при том не просто мероприятий. Проводятся различные квесты, творческие встречи. То же самое проводится сейчас в выставочных залах. Поэтому сейчас учреждения культуры стали такие многогранные. Нельзя сказать, что это вот чисто идет одно направление и все. То есть я так понимаю, что сейчас тенденция такова, что учреждения узкого профиля переходят к немножко другому, более широкому, комплексному, правильно? Да, время диктует, что нельзя стоять на месте, что нужно как-то двигать, расширять свои границы. Ирина Васильевна, я думаю, вы согласитесь, сегодня эту тенденцию, эту формулу можно применить и к кинотеатрам, и по сути практически ко всем культурным учреждениям в нашем регионе. В кинотеатрах то же самое, проходят творческие встречи. Учреждения культуры сейчас, особенно в этот год, очень сильно постарались, поэтому спасибо всем большое. Что ж, ну вот пройти год культуры, в конце обернуться назад, увидеть объективную картину, в конце концов проанализировать ее. И вот в итоге, исходя из всего этого, скажите, какие планы поставили на 2017-й уже год? Для нас, работников культуры, год культуры не закончился, он продолжается для нас каждый год, и планку высокую никто не собирается опускать. Будут новые и фестивали, и театральный фестиваль в том числе, и различные мероприятия. То есть менее интересным 2017-й год он не станет, он не станет, это я обещаю. Что ж, ну я думаю, мы поможем телезрителям стать свидетелями всех самых главных ярких событий, которые нас ожидают в 2017-м году. Мне остается только поблагодарить вас за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое, и всего самого наилучшего в 2017-м году. Вам спасибо.